МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переход от средневековой культуры к культуре нового времени неразрывно связан с реформацией. Под реформацией принимают широкое общественное движение, направленное на отказ от чрезмерного давления. Католической церкви на общество, отрицание многих католических традиций. И, кроме того, реформация предполагала изменение общественных, экономических и политических отношений. То есть, таким образом, реформация — это движение, которое предполагало, во-первых, изменение ситуации, сложившуюся в обществе между церковью и гражданами европейского общества. И, во-вторых, это движение предполагало изменение отношений экономических и политических, переход от феодальных отношений к отношениям бужуазным. Начало реформаторского движения было положено выступлениями Мартина Лютера. Вообще, период реформации относительно небольшой по времени. Он приходится на 30-е годы XVI столетия. Но эффект этого движения был чрезвычайно огромный и значение было чрезвычайно важным. Мартин Лютер предпринял шаги к тому, чтобы отношения между обществом и католической церковью изменились. Общество не устраивали некоторые вещи, которые к XVI веку стали играть слишком важную и значительную роль в общественном развитии. В частности, церковь диктовала обществу и характер экономических и политических отношений. Церковь в государстве занимала чрезвычайно важную роль. Иногда церковь была богаче и влиятельнее, чем институт государства. Кроме того, церковь вмешивалась практически во все сферы жизнедеятельности, во все отношения между людьми, включая отношения интимные, семейные отношения. Сама по себе церковь, по мнению Мартина Лютера, по мнению очень многих людей, которые поддерживали реформатора, занимала чрезвычайно безнравственную позицию. Потому что церковь выдавала индульгенции, точнее продавала индульгенции, то есть документы, по которым за определенную плату церковь отпускала грехи. Сама практика индульгенции воспринималась Мартином Лютером, воспринималась многими прогрессивными людьми того времени, как недопустимая. Кроме того, церковь католическая была чрезвычайно дорогой, и те обряды, те ритуалы, которые вынужден был католик совершать, а их было достаточно много, они были иногда не по карману человеку, и чтобы оставаться внутри церкви, чтобы оставаться верующим, который соответствует правилам, нормам католической церкви, нужно было находить средства для этого соответствия. Конечно, все это не удовлетворяло человека этого времени. Ему казалось, что многие положения католической церкви неправильные, избыточные. Например, чрезмерное давление на человека в его потребностях, в его стремлении жить обычной жизнью. А требование чрезвычайно высокого аскетизма приводило к тому, что человек отказывался в самых необходимых вещах. Кроме того, церковь католическая позиционировала себя как институт, который создан в роли посредника между человеком, верующим и Богом. Таким образом, священник — это наместник Бога на земле. И эта практика чрезмерно высокой роли, чрезвычайно большой ответственности церкви в судьбах людей не воспринималась уже обществом как норма. Именно поэтому появляются такие фигуры, как Мартин Лютер. Мартин Лютер до своих знаменитых тезисов, которые он прибил к стенам католической церкви, и в которых были обозначены основные положения изменения, трансформации католической церкви, делал и другие шаги к тому, чтобы церковь стала более понятной, более близкой людям. И самое главное, чтобы она откликалась на те экономические и политические изменения, которые в обществе назревали. Чтобы церковь готова была принять тот факт, что в обществе зарождается класс буржуазии, что для мелких бюргеров, для зарождающихся класса предпринимателей требуется создание особой экономической и политической атмосферы, которую церковь католическая в данных условиях не могла обеспечить. Мартин Лютер занимался переводом Библии на немецкий язык, тем самым стараясь сделать Библию более понятной и доступной людям. Мартин Лютер очень много занимался просвещением и общался с народом, давая им возможность правильно салковать, понять те или иные тексты библейского писания. Но самое важное, что сделал Мартин Лютер, это то, что он возглавил движение, за ним пошли люди, прежде всего это были предприниматели, которые увидели в фигуре Мартина Лютера человека, способного дать возможность развития буржуазным отношениям. При этом Мартин Лютер не требовал того, чтобы человек перестал верить в Бога или отказался от того, чтобы искать в Библии все необходимые для себя основания для существования. Конечно же, Мартин Лютер не посягал на основы христианского учения, и Мартин Лютер не требовал того, чтобы создавалось некое теистическое отношение. Но шаги Мартина Лютера, шаги Жака Кальвина, предпринятые в этом же направлении, шаги Томаса Мюнцера были в конечном итоге направлены на то, чтобы в корне изменить католическую церковь. Прежде всего, сделать ее более приближенной к жизни людей. Тем самым, в общем-то, Мартин Лютер и другие реформаторы стремились к тому, чтобы в обществе более активно начался процесс секуляризации. То есть, процесс освобождения от церкви, процесс обеспечения более широкого, более масштабного светского движения культуры. И церковь занимала свое место, не претендуя на все взаимоотношения в обществе. Реформаторское движение распадается на три направления. Во-первых, это буржуазно-бюргерское направление, которое возглавил Мартин Лютер. И, конечно же, цели этого направления были связаны непосредственно с отказом от феодальных пережитков и установлением капиталистических отношений. Второе направление, это королевско-княжеское, оно развивалось, но, к сожалению, не осознавалось как бесперспективное. Действительно, арицократия того времени пыталась использовать реформаторское движение как повод к личному обогащению. Вот эти стремления не получили достаточного подтверждения. Ну и, наконец, народно-демократическое еще движение или направление в реформации, можно выделить одним из ярких реформаторов этого движения, был Томас Мюнцер. Оно предполагало обеспечение больших прав и возможностей для крестьянства. Ну и это направление, конечно же, в условиях XVI века не могло получить максимальное удовлетворение. И только направление буржуазно-бюргерское максимально реализовалось в ходе общественных движений XVI века. Действительно, были созданы условия для того, чтобы более эффективно начался переход к капиталистическим отношениям, чтобы были обеспечены социальные права и гарантии зарождающимся классу предпринимателей. В ходе реформации формируется третий вид христианского учения — протестантизм. Само название протестантизм происходит от слова «протест». Церковь протестантская воспринималась как протестная по отношению к католической церкви. Действительно, протестанты выдвигали такие условия и формировали такие традиции, которые не соответствовали католическим нормам. Именно в силу этого обстоятельства и новое направление в христианском учении получило название протестантизма. Считается, что первые предприниматели в Европе как раз стояли именно на протестантских позициях, поскольку максимально полно протестантизм соответствовал духу капитализма. В ходе реформаторского движения сформировался протестантизм, который представляет собой целый набор различных церквей и религиозных учений. Это такие церкви, как лютеранская, англиканская церковь. Это такое учение, как кальвинизм. Это такие направления в религиозном учении, как адвентизм и баптизм. Таким образом, протестантизм — это понятие, которым объединяются ряд церквей, ряд религиозных учений, направлений, которые базируются на новых принципах, отличных от католических. Что же отличает протестантское вероучение от католического? Во-первых, речь идет о том, что роль священника трактуется принципиально иначе. Если для католиков священник — это фигура безусловная, абсолютная, слова священника нужно трактовать как слова Бога, и католический священник зачастую решает судьбу человека по своему усмотрению, получив как бы это право от Бога, то роль протестантского священника принципиально иная. Протестантский священник не может вторгаться в личные отношения, не может влиять на жизнь человека. Он выступает в роли проповедника. Он помогает человеку понять библейское учение, он помогает человеку истолковать те или иные тексты. И таким образом он является проводником для верующего человека в мир религиозных истин, он является проводником к Богу, к божественному учению. Во-вторых, конечно же, церковь протестантская значительно более дешевая, чем католическая, потому что сами обряды, ритуалы протестантов стали чрезвычайно дешевыми и доступными. Более того, сама церковь уже не требовала тех грандиозных вложений, какие требовала католическая церковь. Протестантскую церковь можно организовать в обычном здании. Для этого не обязательно строить дорогой храм. Необходимо просто наличие священника и тех людей, которые хотят в ритуале участвовать. Но вот этот пышный опряд и само пространство храмовое для протестантской службы не требуется. В протестантизме резко сокращается количество праздников религиозных, что тоже, в свою очередь, делает протестантский ритуал более простым и дешевым. Уменьшается количество праздников и за счет того, что исчезают культы святых и икон, которых очень много в католическом вероучении. Важнейшими ритуалами в протестантизме являются крещение и причастие. Все остальные обряды являются необязательными. Кроме того, если отношение верующего человека с католической церковью измерялось молитвой, измерялось его постоянным хождением в церковь, то с точки зрения протестантского этикета достаточно того, что человек будет соблюдать нормы и правила определенного христианского поведения, а церковь посещать иногда. Вот регулярного посещения церкви не требуется. Это чрезвычайно было важным обстоятельством в ходе менявшихся экономических и политических отношений. С точки зрения протестантизма важнейший акцент делался на том, каким должен быть верующий человек. Верующий человек должен был быть трудолюбивым, верующий человек должен был быть честным, пунктуальным, отвечать за свои поступки, должен был быть деятельным. То есть протестантизм вырабатывал в человеке такие качества, которые необходимы были для ведения предпринимательской деятельности. То есть сам по себе протестантизм способствовал тому, чтобы человек делал карьеру, занимался делом общественно значимым, чтобы приучался исполнять законы социальные, политические. И именно по этим критериям, по этим деловым качествам человека и мерила протестантская церковь. То есть с точки зрения католической церкви человек оказывался в ответе перед Богом в момент, когда он приходил в церковь и каялся в своих грехах, когда он как бы представал перед священником, и священник определял степень его греховности. С точки зрения протестантской церкови верующий человек оказывается под контролем Бога постоянно. И для этого не обязательно специально идти в церковь или совершать молитву. Человек должен каждую минуту думать о том, что он делает, как он поступает, как он говорит, с какими намерениями он обращается к людям. И поэтому с точки зрения нравственности, с точки зрения этического поведения, конечно же, протестантизм требовал от человека постоянного контроля за своим поступком, за своими действиями. Если католическая церковь указывала, что можно, совершив грех, его искупить разными способами, в том числе, например, отказавшись от какого-то богатства, от наследства, которое человеку досталось, и передать эти богатства или это наследство церкови, то протестантская церковь не требовала этого от человека. Напротив, она говорила о том, что богатство — это неплохо, что сам факт того, что человек стал обеспеченным, является свидетельством того, что Бог этого человека привлечает, что Бог этому человеку помогает. Протестантский священник всякий раз указывал, что Бог помогает тому, кто помогает себе. То есть Бог помогает человеку предприимчивому, Бог помогает человеку деятельному, трудолюбивому, честному, добросовестному и так далее. Таким образом, не надо стремиться искупить какие-то свои проступки материальными вознаграждениями, передачей церкви к своей собственности или ведением аскетического образа жизни. Ни аскетизм, ни вот эта жертвенность, которые поощрялись католической церковью, не признаются протестантской. Таким образом, действительно, эти новые идеологические обстоятельства создавали благоприятные условия для того, чтобы верующий человек превращался в предпринимателя и начинал по-новому относиться к жизни, по-новому относиться к церкви. Наличие нового отношения, создание новой системы взаимоотношений с церковью благотворно сказывалось на развитии капиталистических отношений. Но это отнюдь не означало, что европейское общество XVI века выбрало направление абсолютно светское, что общество отказалось от церкви. Протестантизм лишь давал простор для развития новых экономических отношений, давал большую свободу человеку, но и делегировал ему и большую ответственность. Он заставлял его быть более активным и более ответственным перед обществом. Все это было чрезвычайно важным в условиях новых экономических и политических отношений второй половины XVI века. Таким образом можно утверждать, что реформация была направлена не только на изменение отношения человека к церкови, но изменение в целом общественных отношений. Реформаторское движение способствовало тому, что произошел переход от средневековой культуры, в которой человек воспринимает себя целиком и полностью подчиненным церкви и зависящим от священника, от его воли, от его представлений, к отношениям более свободным, к отношениям более светским, не игнорируя роль церкви при этом в государстве, не игнорируя роль священника при этом в обществе.